Привет! Совсем недавно ко мне в руки попал уникальный прибор, который позволяет измерить скорость воздушного потока. Мы сегодня с вами сравним скорость воздушного потока разных аккумуляторных пылесосов. Это будут приборы из абсолютно разных классов и разных ценовых категорий. Задача не выяснить, какой из них лучше, а какова реальная производительность того или иного прибора. Прибор, которым мы будем с вами сегодня пользоваться, называется анимометр. Он позволяет измерять скорость воздушного потока, проходящего через специальный вентилятор, находящийся в нем. Изначально этот прибор использовался в сервисе для измерения скорости воздушного потока, выдаваемого вентилятором системы NoFrost в холодильнике и морозильной камере. Однако ради интереса я решил использовать его для измерения эффективности работы пылесосов. Сейчас, простите, я дуну вентилятор, чтобы посмотреть, работает ли он. Профессионалы знают, что качество работы пылесоса определяется несколькими факторами. Первый из них – это скорость воздушного потока. Второй – эффективная насадка, которая позволяет собирать пыль с пола. И третий – это, конечно же, система фильтрации. Систему фильтрации мы с вами сегодня не измерим, а с остальным попытаемся разобраться. Первый наш сегодняшний испытуемый – это пылесос Bosch Ready. Самый бюджетный с точки зрения используемых технологий в модельном ряду пылесосов Bosch. Никто никогда не сертифицировал пылесос по этому фактору – скорость воздушного потока, поэтому мои измерения – это частный взгляд на вещи. Все пылесосы будут находиться в одинаковых условиях и будут тестироваться в одинаковом порядке. Пылесос Bosch Ready выдает нам скорость воздушного потока 22 метра в секунду, даже чуть больше. Это порядка 80 километров в час. Измерения я произвожу на максимальной, на пиковой скорости, и оно получается довольно стабильным. Итак, фиксируем. 80 километров в час – скорость воздушного потока и пылесоса Bosch Ready Lithium. Наш следующий конкурсант – это Bosch Unlimited 8, первый из пылесосов Bosch, оснащенный инверторным мотором. Сначала измеряем экономичный режим, а затем переходим на турбо режим, и у нас с вами два показателя, максимальный из которых – 23 метра в секунду. Переводя в единицы более понятные нам, скорость чуть больше 80 километров в час. То есть приборы во многом похожи. Bosch Ready Lithium и Bosch Unlimited, несмотря на значительную разницу в цене, имеют одинаковую производительность скорости воздушного потока. Наш следующий конкурсант – единственный аккумуляторный пылесос на рынке, который имеет характеристики, заявленные характеристики, которые приближают его к обычным проводным пылесосам. Это Bosch Athlete. В данном случае у меня в руках Bosch Athlete Pro Animal. Мы включаем прибор, он разгоняется постепенно и выдает нам на выходе 27 метров в секунду. Вот что удивительно. 27 литров в секунду – это величина, описанная в инструкции самого прибора. Такое количество воздуха он прогоняет сквозь себя. А мы же измерили 27 метров в секунду. Удивительно, что эти величины совпали. 27 метров в секунду – это более 97 километров в час. Такова скорость воздушного потока, закачиваемого внутрь пылесоса Bosch Athlete. И наш последний испытуемый пылесос – Dyson. Он самый красивый, самый приятный, самый легкий по ощущениям, если брать его в руки. Ну и самый стильный. 16 метров в секунду – это чуть более 57 километров в час. Сразу сделаю несколько оговорок. Помните мою первую фразу, что качественный пылесос, качественно-эффективная уборка – это скорость воздушного потока и эффективная насадка? Так вот, второго фактора у меня здесь вы не увидите. По одной простой причине. Я измерял именно скорость воздушного потока. Во многом аккумуляторным пылесосом качественно убирать помогают именно их электрические щетки. Без них они мало на что способны. И последнему конкурсанту, чтобы правильно измерить скорость воздушного потока, пришлось сделать немножко апгрейд. Пришлось замотать скотчем его носик, потому что там есть небольшая выбоина, из-за которой скорость воздушного потока могла бы измеряться неправильно. Сейчас все сделано корректно для корректного сравнения пылесосов. У каждого пылесоса есть свои задачи и свои предназначения. И каждый пылесос находит своего покупателя. В данном случае речь не о том, какой пылесос лучше, а какой хуже, а именно о анимометре, приборе, который может измерять скорость воздушного потока и позволит вам сделать это мобильно в любом магазине.